Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Для жителей аула Верхняя Тиберда этот ноябрьский день ознаменовался знаменательным и долгожданным событием. Завершили строительство и ввели в эксплуатацию газовые распределительные сети. И теперь в дома более 500 жителей поступит голубое топливо, а в республике еще на один газифицированный населенный пункт стало больше. В 2021 году состоялся ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода высокого давления Карачаевск-Тиберда общей протяженностью 26 километров. И с этого момента началась поэтапная газификация населенных пунктов Тибердинского ущелья, сказал глава республики. В следующем году мы закончим газопровод и до самого, наверное, уже завершающего этапа, это поселок Донбай. И там уже приступим тоже так же к распределительным сетям. Но в следующем году в котельную Донбая газ у нас поступит. Да, Олег Леонидович? Поэтому для нас это очень важное событие. Я хочу поблагодарить газовиков, хочу поблагодарить лично вас, Олег Леонидович, весь коллектив, конечно, строителей, которые строили. Ну и, конечно же, хочу поблагодарить жителей Тибердинского ущелья за многолетнее терпение. Но мы с вами видим, что потихонечку мы эти вопросы решаем и в ближайшее время до 1 января 1926 года Карачаево-Черкесия будет газифицирована на 100%. Верхняя Тиберда – это уже третий населенный пункт, который мы подключили к центральному газоснабжению, сказал Рашид Тимрезов. В Карачаево-Черкесии до газификации очень востребовано, а по темпам ее реализации наша республика находится в числе лидеров. Получить газ стало еще проще благодаря региональным мерам поддержки. За счет средств республиканского бюджета строится газопровода непосредственно до дома абонента. А для льготных категорий граждан субсидируются внутри домовые работы и приобретение газового оборудования. С важным событием жителей высокогорного аула поздравил генеральный директор «Газпром» Межрегионгаз Черкес Олег Дергачев. Стафету принимает Верхняя Тиберда. В скором времени жители Нижней Тиберды и самого города-курорта также получат природный газ. За последние два года действительно нами в ауле Верхняя Тиберда было построено 10 километров распределительных сетей. И сегодня я могу сказать, что все работы завершены и мы готовы к пуску газа в населенном пункте. Верхняя часть аула, которая газовой инфраструктурой пока еще не охвачена, в рамках программы социальной догазификации тоже будет газифицирована. Создана сегодня техническая возможность по 209 домовладениям в ауле Верхняя Тиберда. Подан на заявок 90. Обращаюсь к жителям аула. Просим вас не затягивать с подачей заявок, так как это занимает определенное время. Можете обращаться в «Газпром» и по всем тем каналам, которые сегодня определены. Наша задача заключается как раз в том, что «Газпром» вместе с руководством республики обеспечивает как раз подведение газа земельным участкам ваших домовладений. Наша задача заключается в том, чтобы каждый из вас воспользовался этой программой. Президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным данная программа объявлена бессрочной. Благодаря поддержке президента России совместной работе с «Газпром» обеспечат природным газом домовладение Верхней Тиберды. Сегодня в домовладение семьи Бойчоровых пришло благо цивилизации. И они радушно встречают высоких гостей, делятся эмоциями благодаря. «Ну, спасибо вам большое. Нет предела нашей радости, нашей благодарности. Хочу искренние слова благодарности сказать в первую очередь президенту и жителям, которые столько лет терпели и ждали. Поэтому слова благодарности я обязательно постараюсь передать нашему президенту. От всех нас еще раз слова благодарности вам за такое терпение». Не нарадуется сегодняшнему событию хозяйка дома Айсанат Бойчорова. С приходом голубого топлива управляться домашними делами будет легче, а дома сразу стало уютнее, говорит она. «День для вас очень значимый». «Да. Как будто заново родилась я. Так ощущаю себя». Сегодня же Рашид Темрезов в рамках рабочей поездки в Карачаевский и Карачаевский район проверил, как идут работы по реконструкции стадиона «Соулук». Готовность объекта 95,5%. Реконструированы все трибуны, лестничные исходы и само футбольное поле площадью почти 4000 квадратных метров с беговыми дорожками. Новое прорезиненное прокрытие практически выполнено. Завершается отделка работы по благоустройству территории, вентиляции, отоплению. На территории стадиона установлено освещение. Сейчас активными темпами идет монтаж оборудования. К концу этого года все работы будут завершены. Глава Республики дал поручение продумать формат работы стадиона и организовать различные секции для спортсменов разных возрастов. Стадион должен стать местом спортивного развития людей, точкой притяжения всех, кому интересен спорт, как профессиональный, так и любительский. Для многих горожан это место еще и символ побед. Неотъемлемая часть богатой истории Карачаевска. Уверен, уже совсем скоро у стадиона начнется новая глава истории, которая будет полна славными достижениями, звонкими именами и яркими спортивными событиями, отметил Рашид Тимрезов. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Черкесске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью и утром порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью минус 1-1, днем до плюс 10 градусов тепла. Сегодня станица исправно отмечает свой 165-летний юбилей. Эта памятная дата совпадает с другой, 20-летием со дня освящения храма орхестратига Михаила в этом населенном пункте. Станичники отметили праздник богослужением и народными гуляниями. Подробности у Али Баташева. По древней казачьей традиции начинать день следует с молитвы. Клавдия Громова пришла в храм орхестратига Михаила, расположенный в самом центре станицы. Пока в церкви возносились молитвы, на улице готовилось праздничное угощение для престольного праздника. Живу здесь. Живу, огород там, дом, все. Очень рада, что наша станица процветает. Очень люди доброжелательные, замечательные. Вот церковь у нас, батюшка у нас прекрасный такой. И вот все в станице добрые очень люди. Друг другу помогают. Богослужебная жизнь в станице не прекращалась никогда. Даже в годы испытаний, в годы лихолетия, когда храм был разрушен, станичный, тем не менее, был молитвенный дом. И всегда здесь совершалось богослужение. И всегда станичники славили Христа. И не были Иванами, не помнящими своего родства. Памятная доска при входе в храм хранит имена казаков станицы исправной, награжденных крестами и медалями еще в годы Первой мировой войны. На божественной литургии, кроме праздничных песнопений, звучали молитвы о защитниках Отечества, погибших на полях сражений в годы войн и репрессий, а также тех, кто защищает рубежи страны в настоящее время. После соборной молитвы духовенство имиряне по традиции прошли крестным ходом вокруг любимого храма. После богослужения прошел праздничный обед. А затем все отправились на центральную площадь. От обилия и щедрого ассортимента блюд национальной русской казачьей кухни, с любовью приготовленных своими руками, разбегались глаза, а улыбки станичников и народные частушки подчеркивали радость праздника. Мы исправненские девчата, и мы весело живем, и споем вам мы, и спляшем, и по рюмочке нальем. Чтобы станица процветала, необходимо детей побольше в станице, и родителей очень хороших и заводных. Одним из самых запоминающихся и ярких событий торжества стал конный проезд. Казачья конница несколько раз проскакала по площади с флагами, показывая свою приверженность казачьим традициям и уважение к своей истории. Любимую станицу поздравили представители руководства района, духовенства, казачества и другие высокие гости. Жители прошли трудный путь становления. От первых переселенцев до передовиков производства. Благодаря мужеству, трудолюбию и соблюдению казачьих традиций, основанных на взаимопомощи и уважении, люди выстояли. Причем к плечу с горцами жители Исправной поднимали сельское хозяйство и вносили вклад в развитие региона. Поздравляем вас с праздником, желаем вам здоровья, мирного неба над головой, чтобы в ваших домах всегда было тепло и уютно. Самым достойным жителям станицы Исправной вручили грамоты и медали. Завершились торжества праздничным концертом и народными гуляниями. Али Баташих Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. В первой светской школе Карачаева-Черкесии, в ауле Учкулану, истоков реки Кубань и на лоне природы в Архызе писали географический диктант. Всего в республике открылось 45 площадок. А центральная традиционно региональным отделением РГО и КЧГУ организована была в университете в Карачаевске. Об участии жителей в масштабной международной просветительской акции в репортаже Аллы Динаевой. Уникальная площадка для географического диктанта «Истоки Кубани» открылась в Учкулане в Народном музее истории культуры карачаевского народа имени Джанибекова. Желающих писать географический диктант в высокогорном ауле в первой светской школе Карачаева. Кроме самих учителей, учащихся и жителей Учкулана было немало. И молодежь, и дети пишут здесь в старинных партах, за которыми сидели 150 лет тому назад наши предки, образование. Я думаю, что будет и дальше развиваться, если мы вместе совместно будем прикладывать для этого усилия. Еще одна площадка в республике открылась в Архызе. Инициативу провести акцию в горах проявил молодежный клуб под руководством Елены Чучаевой. Писали диктанты и на базе школ. Всего в этом году в республике зарегистрировалось 45 площадок. А центральная традиционно была организована в Кычагу. А до начала диктанта провели викторину. Попробуем отгадать некоторые загадки, ответить на вопросы. Кто ответил правильно, получил сувениры. А остальные узнали много интересного о нашей большой родине. Часть вопросов викторины касались географии только нашего региона. Какое самое глубокое озеро? Высококорное озеро в Карачаево-Черкесии. Самое глубокое? Большой Мурджинский. Правильно ответила. Для написания диктанта. Могучечка. Спасибо. Улум-Уруджинское озеро. 41 метр. Девятый год подряд за рубежом в России и в нашей республике проводится географический диктант. И неуклонно растет как количество площадок, так и людей, которые проявляют интерес к знаниям. Я хочу вас поздравить с этим событием очередным, призвать вас и в дальнейшем участвовать, повышать свой уровень географических знаний. Это мудрость. На Кавказе всегда ценилась мудрость. Когда вы будете знать хорошо свою территорию, вы будете ее любить, вы будете чувствовать ответственность за него. Взяв бланки и приготовив ручки, собравшиеся сосредоточили внимание к вопросам, которые в этом году озвучивали Олег Газманов, Дмитрий Харатяна и телеведущий Анастасия Чернобровина. Детеныша какого животного, живущего среди морских льдов в арктических широтах России, по мере его взросления в народе сначала именуют зеленцом, затем хохлушей и серкой. Вопросы касались не только географии. Несколько из них пересекались с литературой. Одно задание было посвящено барону Мюнхгаузену, а некоторые вопросы сопровождались иллюстрациями, по которым можно было определить объекты на карте. Для ответа на вопросы географического диктанта требовалось применить не только знания, но и образное мышление, логику и, конечно, эрудицию. Это стопка бланков. Вот все участники, которые сегодня писали диктант, сдали бланки ответов в дальнейшем. Все бланки у нас анонимные, они смогут узнать свой результат только по уникальному номеру. Кому-то понравился вопрос про произведение Пушкина, который он посвятил одному из городов России. А кто-то после географического диктанта перечитает биографию Лермонтова. Но, несомненно, каждый участник ушел с вопросом, на который он хочет знать точный ответ. Аладинаева Олег Молхожев, Аслан Гирюгов. Вести Крачево-Черкесия. В день врача-педиатра и Республиканскую детскую больницу посетили представители регионального отделения партии «Единая Россия». Коробка храбрости во всероссийской акции с таким названием приняли участие депутаты республиканского и муниципального уровней, а также активисты молодой гвардии. Они принесли юным пациентам учреждения здравоохранения, игрушки и развивающие книжки. Таким способом участники акции постарались сделать менее болезненным и неприятным временное пребывание детей в стационарном отделении больницы. Каждый ребенок мог взять с собой в палату именно то, что ему приглянулось. К слову, акция по сбору игрушек для ребятишек, проходящих тяжелое лечение, продлится до 1 декабря. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Екатерина фаворита». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова